Это финальный этап спартакиады среди детей, которые посещают детские оздоровительные лагеря. 13 команд собрались на базе 27-й школы, чтобы выбрать сильнейших спортсменов. Участники разного возраста от 8 до 14 лет. Большинство из них серьезно занимаются спортом. Я занимаюсь биатлоном уже 7 лет, сейчас мне уже 14. А футболом я для удовольствия. По сути, я готовлюсь уже несколько лет. Я занимаюсь борьбой уже 6 лет, и мне в спорте очень нравятся движения и активность. Играла почти каждый день, готовилась вместе с друзьями, вместе. На физре тоже готовились, нас готовили к этому. И вот сейчас мы на соревнованиях. Позади состязания по бадминтону, пионерболу, шашкам, шахматам, плаванию, бегу и волейболу. Сегодня соревнования по мини-футболу, а также сдача нормативов ГТО. Спартакиада проходит в два этапа. Первый этап в течение всего месяца проходит соревнования внутри лагерей по различным видам спорта, как игровым видам обязательно сдача нормативов ГТО. И вот сегодня здесь в командах финальной части, в командах это победители первого этапа внутри лагерей. Из них собрана сборная команда лагеря, и она сегодня будет защищать как бы честь лагеря. К сдаче нормативов ГТО школьники оказались готовы на все 100%. Об этом говорят и сами учителя физкультуры. У всех ребят есть подобный опыт, ведь в течение учебного года они учатся отжиматься, прыгать и бегать на разные дистанции. Сегодня мы приехали сюда показать определенный уровень, и детям это непосредственно радость, нам повезло с погодой, и поэтому мы сегодня надеемся на высокий результат. Также в этот день для детей были организованы веселые старты. И несмотря на то, что каждая команда была нацелена на победу, всех объединило одно – любовь к спорту и хорошее настроение. Все, кто занимается физической культурой, это такое хорошее настроение, такое состояние прекрасной души, тела, и чувствуешь себя здоровым. А здоровье – это самое главное в жизни. В итоге победителями финального этапа спартакиады стала команда 10-го лицея. Второе место у юных спортсменов из 19-й школы, ну а тройку победителей замкнули ребята из 27-й школы. Татьяна Левина, Руслан Сафин, Новости Химки ТВ